всех приветствую на нашем канале оптанет ребят недавно у нас был ролик про геймпады и пэга можете перейти посмотреть обзор там 12 самых разных геймпадов и пэга также есть топ 5 геймпадов для пабч мобайл а сегодня выбрал один вот такой вот геймпад он мне лично больше всех понравился в нем есть вибрация есть подсветка он как по мне опять же таки очень приятный на ощупь это геймпад pg 91 18 золотыми вставками и сейчас я вам покажу как подключить его к вашему смартфону какие могут быть нюансы при подключении я вам все их расскажу и конечно затестим его в игрушках в нескольких играх я просто зайду покажу как он подключается как настраивается что он действительно работает приятного просмотра чай кофе пельмени заваливайте и макароны может варить и все что угодно и и смотрите ролик до конца поехали давайте я покажу как его подключить нашему смартфону буду показывать на примере вот этого смартфона это уже скачивал игры для того чтобы сделать тестик в играх так самое начало для того чтобы подключить его к смартфону естественно вам необходимо включить bluetooth на вашем смартфоне включаем bluetooth нажимаем добавить устройство и ждем после чего смотрите первое подключение можно сделать просто включить зажать кнопку home загорается индикатор и у нас сразу он появляется по g91 18 моем случае он появился без проблем можно подключиться бывает такое что от вы зажали кнопочку домой и он вообще не появляется зажимаем ее еще раз выключаем геймпад после чего нажимаем кнопочку x и нажимаем кнопочку домой одновременно ждем опять смотрите он появляется опять уже другой зелененький если это не срабатывает опять выключаем геймпад зажимаем и и опять кнопочку home то есть и вот таким вот методами он реально может у вас появится это реально работает и если у вас не появляются вот эти все кнопки поочередно то есть нажимаем b ну не все сразу одну домой нет выключаем обязательно под геймпад нажимаем вторую допустим эй домой и держим и вот таким вот образом на какой-то из кнопок у вас он должен появиться в вашем меню bluetooth а вот смотрите я подключился к геймпаду идет подключение все он сейчас подключился все вот после подключения вы сразу можете играть в любые игрушки и самый прикол в том что в большинстве игр он автоматически настраивается вот я покажу на примере сначала просто игры вот смотрите приложение называется lips world типа марио что-то такое заходим данное приложение естественно берем смартфон и ставим в крепление заходим приложение но сэнк ждем рекламу естественно куда же без нее и а окей и смотрите я ничего в настройках не менял опять реклама ничего в настройках не настраивал под конкретно под эту игру как только геймпад подключился мы сразу можем управлять именно с геймпада смотрите час я начал специально именно самой простой чтобы показать вам на нескольких на примере нескольких игр то есть это самое обыкновенное типа марио как бы все работает ничего настраивать дополнительно не нужно потому что это реально это реально хорошо не надо включить геймпад потом заходить настройки и так далее то есть вы реально сразу зашли играйте кстати зацените как же он прикольно светится вот именно поэтому но не именно поэтому я взял этот геймпад мне он очень сильно понравилось и опять-таки вибрация когда вы играете по вам кто-то стреляете и так далее вибрирует круто итак ребят смотрите я зашел в игру по муайл значит заходим сразу в бой без каких-либо настроек то есть я нажимаю начать и все сейчас на закидывает бой как вы видите я ничего в настройках не настраивал от геймпад просто подключил к смартфону и он сам все там сделать но естественно конечно если вы что-то хотите изменить то без проблем вы можете зайти в настройки и поставить там ну изначально там допустим стрелева будет вот это вы можете там переставить на там кнопку b то есть под себя можете настроить но сам прикол в том что вот смотрите все как бы я уже играю кстати настройки прикольные потому что вот вот этот стик это допустим управление персонажем вот этот стик повороты камеры вот это кстати стрельба ну прикольно кстати я вам скажу что с геймпада играть намного удобнее потому что ну вот вы каждую клавишу чувствуете вот именно чувствуете как она механически нажимается а по сенсору честно говоря не очень опять-таки вы играете там не всегда сенсор во время там реально час зачастую нужно так чтобы он сработал именно в ту секунду когда вы прям нажимаете кнопку а он срабатывает или позже или с каким-то заторможением но реально короче на геймбаде в любом случае играть намного намного удобней ну опять-таки как по мне на думаю геймеры которые играют вот такие шутеры со мной согласятся сейчас быстренько этот round возьмем первое место потому что ну понятно 100 человек что их там убивать сейчас быстренько быстренько спускаемся но мне не нравится одно то что за мной лети а это мой человек поэтому все хорошо а то я думал если это бы был чужой то пришлось бы сразу выходить с игры он просто меня убил ладно без лишних разговоров так никого нету проходим проходим сейчас главное найти оружие которого здесь блин нету каска тоже ничего каска нужна это без каски вообще не знаю как ира о прицепе о все ухты мы с оружием смотри я делся я говорю это вообще один раунд 100 человек убить это для меня такое легко так два человека мы уже уложили осталось 91 легко в общем ребят как вы видите геймпад работает без проблем подключился и сразу сам себя настроил естественно вот в зайти в настройки смотрите управление и все дело вы можете под себя то есть чувствительность вот это все под себя настроить кому как нужно зацените как светится подсветочка и ребят еще одна игрушка модер страйк это тоже прикольная игра как по мне шутер мне вообще шутеры нравятся заходим в игру ничего не настраиваем нажимаем сразу в бой ждем загрузку и мы сразу опять-таки можем играть с помощью геймпадов так а а Субтитры делал DimaTorzok Ссылки на геймпады, которые у нас есть, будут в описании. Можете перейти, посмотреть и, конечно же, заказать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube канале.